В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Тяните билет. Ученики девятых классов сегодня сдавали один из основных государственных экзаменов. Правила дорожного движения должны знать с детства. На территории школы имени Юсупова открыли автогородок с полной имитацией инфраструктуры. Борьба за звание лучшего. В Хазеверсе стартовал 18-й Всероссийский конкурс молодых алимов и хафизов. Ученики девятых классов сегодня сдавали один из основных государственных экзаменов. Для них в этом году итоговая тестация проводится только по двум обязательным предметам. Это русский язык и математика. Из-за пандемии экзамены по предметам по выбору отменены. Для тех, кто по уважительным причинам пропустил испытания, предусмотрены резервные даты. А у выпускников 11-х классов еще есть время на подготовку. Для них экзамены начнутся с 31 мая. Не волноваться, все будет хорошо. Это итог девятилетнего обучения. Надеемся. Это волнительное событие. Большей частью, конечно, для родителей, чем для детей. Дети больше в себе уверены, чем в родителе. И надеемся, все будет хорошо. Тысячи выпускников Дагестана прощаются в эти дни со школы. Для них звучит последний звонок. Во всех образовательных учреждениях проходит по этому поводу торжественное мероприятие. Ученики 9-х и 11-х классов собрались на торжественную линейку, где принимают теплые, напутственные слова от учителей и родителей. Свои пожелания успеха в дальнейшей жизни выразил и министр образования Дагестана. Поздравляю вас, дорогие наши выпускники. Желаю вам достичь в жизни всех высот, которые вы можете перед собой поставить. Радуйте своих родителей. Помните своих учителей. Не забывайте их. Навещайте их. И все, что вы в жизни, всех успехов, которых вы будете добиваться, имейте в виду, это успехи не только ваших. Это успехи и ваших педагогов, и ваших родителей. У учеников школы имени Ясупова в Махачкале теперь есть возможность постигать не только азы науки и основы религии, но и правила дорожного движения. Причем сразу применять их на практике. Руководство учреждения открыло на территории школы автогородок. Подробнее расскажет Карим Даниев. Дорогу можно переходить только там, где есть знак пешеходный переход, и там, где есть зебра. Разметка специальная. А на красный свет можно переходить? Нет, на красный свет нельзя переходить. Можно переходить только на зеленый. Амина учится в четвертом классе. Теперь правила дорожного движения девочка сможет применять на практике даже в своем юном возрасте. Руководство школы Ясупова построило на своей территории оборудованный автогородок. Это не просто учебная площадка, а масштабный социальный проект. Наша школа имени Абдулхамидов Анди Ясупова – молодое образовательное учреждение. Нам всего пять лет. Но за это время мы успели сделать очень многое. И в плане укрепления материальной базы школы. Вот сегодня вы тоже видите, мы два инфраструктурных объекта вводим в строй. Это автогородок и футбольное поле такое замечательное. И в плане научно-методического обеспечения. И в плане кадровой подготовки. Автогородок оборудован по последнему слову техники. Здесь имитация объектов инфраструктур. Тоннели и железнодорожные переезды. Кольцевые и регулируемые перекрестки. Есть даже маленькая мечеть. Я тут присутствовал и в первоначальном заложении этого автогородка. Тем более приятно, что в день проведения шестой глобальной недели безопасности дорожного движения, который проходит по всему миру под эгидой ООН, открытие такого автогородка состоялось в городе Махачкале в школе имени Ясупова. Открытие важных инфраструктурных объектов посетил духовный лидер Дагестана. А также министры, титулованные спортсмены и общественники. Надо обратить внимание, на каком высоком уровне они осуществляют образовательный процесс. И само обучение, и воспитательную работу. Вот сегодня мы открывали здесь площадку автомобильную для детей. Открывали прекрасное футбольное поле. Это, к сожалению, мало какие махачкалинские столичные школы такой инфраструктурой могут себе позволить и обладать. Там огромное спасибо и директору этой школе Саиде Ализаевне. Огромное спасибо всему педагогическому коллективу, что смогли это сделать. Они выступили инициаторами, они выиграли федеральный грант. На средства этого гранта реализовали. Я надеюсь, что у них в школе все будет хорошо. Такие учебные объекты имеют большое значение. Судя по обстановке на автодорогах нашего региона, многим участникам дорожного движения не хватает знаний ПДД. У учеников школы Юсупова появилась возможность с детства изучать правила поведения на дорогах. В будущем это поможет не стать участником ДТП. Этот городок нужен, чтобы маленькие дети еще с ранних лет знали знаки, знали, как нужно вести себя на дороге, чтобы на дорогах не было беспорядков, чтобы не случались аварии. Знаки нужны, чтобы все знали, где как надо ездить. Дорожных правил не так уж много, осилит их любой лентяй. Чтобы добра была дорога, узнай, запомни, соблюдай. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечен в Дагестане. Минувшую пятницу число госпитализированных в медицинские учреждения республики с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19 превысило 100 человек. Цифры подобного уровня фиксировались в середине февраля прошлого года. По словам министра здравоохранения Татьяны Беляевой, уже сегодня количество госпитализируемых превышает количество выписываемых. И если ситуация не изменится, может потребоваться развертывание дополнительных коек. За 7 дней текущей недели мы госпитализировали 564 человека. При этом количество выписанных составило 411. Мы опять подошли к тому барьеру, когда количество госпитализированных у нас становится, как повторюсь, выше, чем количество выписанных. И среднесуточное количество госпитализированных составило 80 человек. Такие цифры мы не фиксировали последние 3 недели. На сегодня в стационарах республики находятся 805 человек с лабораторно подтвержденным и подозрением на новую коронавирусную инфекцию и небольничными пневмониями. Амбулаторное лечение получают 408 человек. Среднесуточное количество амбулаторных пациентов, обратившихся за эту неделю, составило 26. И оно выше, чем предыдущая неделя, в которой мы регистрировали 15 человек. Надо сказать, что у нас возросло и по сравнению с двумя предыдущими неделями количество умерших. Количество умерших за неделю с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией составило 11 человек. Хотя в предыдущие две недели мы фиксировали количество умерших по 8 человек. Врачи рекомендуют жителям республики при первых признаках острого респираторного заболевания обращаться к врачу, а также соблюдать меры профилактики и социальную дистанцию в общественных местах. Как подчеркнула глава ведомства, единственным эффективным методом профилактики COVID является вакцинация. Более 30 наград завоевали овцеводы Дагестана на всероссийском выставке в Минводах. Накануне на площадке выставочного центра состоялась церемония награждения победителей и призеров. Абсолютным чемпионом было признано дагестанское предприятие агрофирма «Саграт» из Гунипского района. Его руководитель Абдурахман Чураев получил новый автомобиль «Нива». Сегодня для нас отрадно, что наш труд оценен столь высоко. И сегодня эта победа является не только победой агрофирмы, но и всех овцеводов республики Дагестан. Мы думаем, что та оценка работы, которая нам сегодня здесь была сделана и дана, это высокая оценка. И мы будем, конечно же, наращивать тот потенциал, который у нас есть и научный, и, скажем, селекционный. Выставку посетил глава Минсельхоза России и дал высокую оценку развитию животноводства в стране. В текущем году только на овцеводство и козоводство предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Напомню, что аграрии Дагестана привезли на Ставрополье овец пяти пород. Их представляют 16 наших ведущих хозяйств из 9 районов республики. В этом году аграрии Дагестана планируют собрать рекордный урожай клубники – 9 тысяч тонн. Это на 33% больше, чем в прошлом году. По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия, выращиванием клубники в республике занимаются преимущественно в личных подсобных хозяйствах Дзербенского, Кизелюртовского и Хасавюртовского районов. Напомню, что в прошлом году в Дагестане был собран рекордный за последние 30 лет урожай винограда – около 208 тысяч тонн. В Хасавюрте стартовал 18-й всероссийский конкурс молодых алимов и хафизов. Ребята соревнуются за звание лучших знатоков ислама. Победители ждут ценные призы. Подробнее в сюжете Хамс Нурмагомедова. Это медресе имени Сайдбега Деитова. Вот уже 18 лет ежегодно здесь проходит всероссийский конкурс. Собираются лучшие из лучших молодые знатоки ислама со всей страны. Конкурс проходит по трём номинациям. Первая – на лучшие знания правильного совершения намаза. Вторая дисциплина – хифс, то есть правильное чтение Корана. Конкурсанты по памяти цитируют экспертом строки священного писания. Одна ошибка может стоить призового места. Рашид Гуляев приехал из Татарстана. Ему 22 года. Он начал учить Коран в 19 лет. И всего за два года стал хафизом. Теперь впервые решил проверить свои знания на конкурсе в Дагестане. И последняя, самая сложная номинация – это знания основ ислама. Студенты выполняют задания на арабском языке. Здесь важно не только уметь устно отвечать на вопросы, но и писать грамматически правильно. Они должны знать из каждой науки целых пять наук. По всему вопросу, это 35 вопросов, на все эти вопросы должен человек ответить и набирать достаточные баллы для того, чтобы получить какое-то призовое место хотя бы. В этом конкурсе в общем принимает участие более 300 студентов. Их оценивают известные авторитетные исламские учёные страны. Проявить такие вот исламские знания, поднять уровень нравственного воспитания среди, особенно молодёжи. И также распространение, то есть не даст моральный упадок обществе людей. Также создать климат единства и климат взаимопонимания среди общества, среди мусульман всей России. Организаторы уверены, такие соревнования необходимы студентам. Постоянным спонсором конкурса является торговый дом Кирго. Победителям и призёрам подготовлены ценные подарки. Итоги всероссийского конкурса подведут 25 мая. Среди главных призов автомобиль иностранной марки Volkswagen Polo. Его получит лучший знаток по наукам ислама. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасавёрт. И о спорте юноши из Каспийска выиграли республиканские соревнования на Кубок Олимпийского чемпиона Гайдарбека Гайдарбекова. Фестиваль национальных видов спорта проходил накануне в Махачкале на стадионе имени Елены Сымбаевой. Состязание посвятили памяти заслуженного тренера страны по боксу Магомеда Магомедова. В программу вошли 8 видов спорта, среди которых бег на разные дистанции, перенос тяжести, метание гири, прыжки и перетягивание каната. К началу соревнований предшествовало торжественное открытие. Для зрителей была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа, а также мастер-классы боксеров, дюдаистов и борцов. С приветственной речью выступили представители Минспорта и Муфтията республики. Это все делается для того, чтобы наша молодежь росла здоровой и понимала суть, для чего они живут. Вот именно такая здоровая молодежь будет спасением нашего народа в дальнейшем, в будущем. Почему? Потому что вот это сегодня даже то, что она посвящается моему тренеру, это будет для вас хорошим примером для того, чтобы вы ценили своих учителей, своих родителей, своих старших. Для этого это и делается. По итогам состязаний среди 17 команд из муниципалитетов самыми ловкими и сильными оказались юноши из Каспийска. Город представляли учащиеся морской кадетской школы и средней школы номер 2. Серебро и бронза в общем зачете у спортсменов из Дербента и Левашинского района соответственно. Борец классик Анбар Алахьяров завоевал золотую медаль молодежного первенства Европы. Соревнования среди спортсменов не старше 23 лет проходили в Северной Македонии. Дагестанский борец представлял сборную России и весит до 600 килограмм. Алахьяров трижды выходил на ковер и ни разу не позволял соперникам набрать хотя бы один балл. Отметим, что Анвар Алахьяров уроженец Ахтынского района. Ныне он тренируется и представляет училище Олимпийского резерва города Химки Московской области. Смотрите нас также на сайте ннттв.ру. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова